Так как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать тех людей, которых сегодня бандиты преследуют. Преследуют в местах их проживания, в местах работы, на дорогах. Вот я делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей. Виктор Федорович, вы пошли... Меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать в страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал. Я думаю, что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. Все, что сегодня происходит, в большей степени, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Это моя оценка. Я в этом глубоко убежден. Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми, советовался. У меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, которые пока еще менее опасны или более безопасны. Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых, я хочу найти ответ, что мы будем дальше делать в нашей стране. По какому мы пойдем пути. И, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей. И на западе, и на востоке, и в центре. Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли. Но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать? Я буду каждый день об этом публично говорить. Каждый день. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины. Я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют. Забрасывают камнями, забрасывают.